Доброго вечера и ассаляму алейкум всем слушателям радио Ватана, а также зрителям телеканала ННТ. Сегодня в рамках программы «Есть разговор» мы познакомим вас со школой будущего. У нас в гостях директор школы Дома знаний Халипа Исупович и руководитель отдела маркетинга Насрула Жамаладинов. Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о таком новом веянии, как онлайн-обучение. Еще несколько лет назад нам всем казалось, это что-то из будущего. Когда говорили онлайн-курсы, онлайн-обучение, всем казалось, что это что-то такое далекое, непонятное, недоступное. Но сейчас прочно входит в обычную жизнь каждого из нас, и каждый из нас покупает какие-то курсы. Но о том, что будет полноценная, большая, такая объемная и уже известная по всей России, можно сказать, школа Дома знаний, мы узнаем сейчас более подробно от вас. И первый вопрос, конечно, который у нас у всех возникает, и всем хочется узнать вообще, как появилась, как зародилась идея создания онлайн-школы. И почему вам на тот момент показалось, что это будет актуально сейчас? Потому что вы, можно сказать, посмотрели в будущее, понимая, что когда-то это будет настолько актуально, как сейчас. Да, в первую очередь хочу поприветствовать наших слушателей. И если возвращаться в историю, то действительно, конец 2018, начало 2019, уже лет 5 прошло. С чего началось с того, что увидели, что дети возвращаются из школы, и у них нет знаний, у них нет мотивации, нет желания. И вот начали изучать системы мировые, опыты советские, иностранные. То есть, что можно сделать в этой ситуации для того, чтобы вернуть любовь к школе и выпускать детей, которые могут в этой жизни не потеряться. Можно, время идет, и можно либо приноравливаться к этому и следовать за изменениями, либо же безнадежно отстать. Мы же выбрали, что нам нужно придумать, и мы, изучив весь опыт, пришли к идее того, что мы можем перевернуть систему. Наша система называется перевернутый класс. Мы действительно после изучения пришли к онлайну именно как с кредством, которое позволяет объединять как учеников из разных точек мира, так и учителей. И при этом давать очень качественный материал, качественные знания. Я думаю, что за этим будущее мы пришли действительно в 2018 году, когда в это никто не верил. И это позже была пандемия, когда это оказывается возможным для всех. Но на тот момент нам пришлось в первую очередь самим себе доказывать о том, что действительно это хорошая перспектива, и надо за этим идти. А потом уже доказывать всем остальным, что это имеет место быть, а нужно дать шанс этому. И было сложно. Ну, я думаю, вы, наверное, не раз сталкивались с таким скептическим отношением от других традиционных школ, когда вот говорили про онлайн-обучение. И вы затронули то, что как раз появилась, ну, в нашу страну вошла пандемия, и даже те школы, которые как-то скептически относились к онлайн-обучению, тоже были вынуждены перейти на онлайн-обучение и начали понимать, что не всё там так плохо, а есть огромные плюсы в онлайн-обучении для многих детей. И вы затронули раз уж эту тему, то, что обучение в вашей школе – это перевёрнутый класс. Кто-то, наверное, уже читал, знает понятие этого, кто-то, может, нет. Вот на чём именно основывается принцип обучения в вашей школе? Вот что значит вот это перевёрнутый класс? Для начала скажу, что мы подготовили большой объём информации, знаний, базу собрали. Мы приглашали лучших учителей Республики Дагестан, победителей конкурсов, призёров. Это заслуженные учителя, которых все знают в нашей республике. И мы подготовили порядка 10 тысяч видеоуроков по каждой школьной теме. То есть это тот материал, который ежедневно в школу отдают учителя, но это структурированный, интересно поданный, с анимацией, с графикой, увлекающий, качественный контент, который является некоторым таким фундаментом. Затем ученик уже тот, который у нас обучается, работает на нашей платформе. Тоже хочу сказать, что платформа наша авторская, то есть это разработка наша. Она писала непосредственно под нужды школы, и на ней ученик изучает материал предварительно, смотрит видеоурок, записывает, конспектирует. После этого с учебником ознакомливается, читает. Мы предоставляем бесплатно также электронную форму учебников. И у него накапливается некоторое количество, может быть, вопросов. Либо он сам понимает всё. Если что-то непонятно, он может пересмотреть. Это уже преимущество. И после этого он уже выходит на урок с учителем. Живой урок, на котором происходит закрепление материала, устранение сложных каких-то вопросов. И это как раз-таки большое преимущество. Если сравнивать с классической системой, то сначала ученик слушает тему в классе. В классе слушает какие-то базовые вещи. Но приходя домой, он сталкивается со сложными скорее. Вопросы у него появляются, а на следующем уроке уже надо отвечать. И поэтому учитель в школе тоже не может уделить время постоянно и отвечать. Поэтому здесь сначала он сам осваивает, а потом уже у учителя закрепляет. И большое преимущество в том, что у нас не сидят 40 человек в классе. Все равно в любом случае ему приходится дополнительно все это полноценно изучать. Кстати, вот этот момент тоже меня очень заинтересовал. Я об этом до этого не задумывалась. На самом деле ребенок проходит на урок. Учитель ему объясняет тему, и он возвращается домой, и все равно эту тему изучает. И если остались вопросы, он уже все, он остается с этими вопросами. Даже вспоминая наше учебное какое-то время, нам объяснили тему, и на следующий день мы ее отвечаем. Нас не спрашивают. Ребята, есть что-то, что вы не поняли? Может, вам еще что-то объяснить? Мы уже проходим и отвечаем. Если тема у нас упущена, все, она так и остается у нас упущенной. Вот эти пробелы за нами закрепляются. Они накапливаются. Я еще хочу добавить, что у нас есть свой чат, в котором ученики с учителями могут взаимодействовать напрямую. Есть групповые чаты, где учителя создают и говорят, что можно писать сюда, можно какие-то вопросы задавать. И там непосредственно задаются вопросы, которые хотят уточнить ученики. Учитель, когда у него свободное время есть, отвечает. То есть до следующего занятия можно даже все вопросы в текстовом чате устранить, если таковы возникают. Можно запросить консультацию. Также учитель отвечает на нее, выходит на связь. Это уже индивидуально. Форматы разные. Под каждого ученика мы постараемся адаптироваться, под их нужды, под их запросы. Поэтому я могу с уверенностью сказать, что наша система, наша школа, она максимально адаптивна и подходит для современных детей. Получается, не заканчивается общение между ребенком и учителем. Вот урок завершен, и все. Они не остаются наедине со своими какими-то вопросами. У них есть два способа. Получается, получить ответ на свой вопрос. Это написать в чате, и учитель ответит. Или запросить консультацию, где уже в онлайн-формате ребенку будет объяснена тема. Да, более того, если ребенок по каким-то причинам пропустил урок, запись занятия сохраняется. Он может посмотреть запись занятия и уже ответить на все... Ну, посмотрев занятия, может быть, полностью для себя установит проблему этой темы. Но если не хватило, тогда может консультацию запросить. Также он может записи смотреть предыдущих месяцев, недель и так далее. Если что-то забыл, видеоурок посмотрел, либо запись учителем посмотрел. Но оно доступно постоянно получается. Да, это дополнительные преимущества, которые также нас выделяют, наверное, на фоне каких-то классических систем. Вот Насурлажа Малдинович говорил о том, что сейчас заполняемость классов огромная в традиционных и обычных школах. И у нас есть... У нас на радио работает тоже психолог в нашей одной из передач. И она говорила о том, что она забрала своего ребенка и перевела в Дом знаний. Собственно, по этой же причине, что урок длится 45 минут, а детей в классе, а это восьмой класс, еще один год, и у них уже будет ОГЭ, был 41 человек тоже. А для восьмого класса, мне кажется, это огромный объем. Она сказала, что ребенок уходил никакой. Вообще до него время просто по минутам даже не доходило. И вы сейчас сказали, что группа у вас маленькая. От скольки до скольки примерно бывают группы? Мы ориентируемся на то, что в группах урок с учителем, начну с этого, длится у нас 25-30 минут. И мы ставим задачу, чтобы учитель смог охватить внимание всех детей и ученики смогли все интересующие вопросы задать, закрепить материал, получить оценку. И поэтому мы ограничиваем себя восьмью учениками в группе. В младших классах, в младшей школе мы даже стараемся до шести человек, но бывает иногда там чуть-чуть больше, чуть меньше. Вот такое. Можно, если есть какие-то особенности, делать мини-группы, еще более-меньше, но у нас часто просят и индивидуальные занятия. Мы больше советуем групповые, потому что здесь важный момент. Социализация происходит, но есть дети, у которых особенные какие-то потребности имеются, и они хотят индивидуально, в том числе потому, что в этом случае они покрывают свои образовательные пробелы, которые возникли у них на предыдущих этапах обучения. Я правильно понимаю, что под индивидуальным мы подразумеваем, что ребенок может подстроить себе какой-то индивидуальный график тоже, что такой доступ для ребенка тоже есть. Если условно я в пятом классе, у меня есть какие-то пробелы по концу четвертого класса, я могу пройти и сказать, вот мне нужен индивидуальный какой-то план обучения, и мне пойдут навстречу, да? Да, именно так. И часто так происходит, когда к нам приходит новый ученик, мы проводим диагностику. Есть тесты автоматические, а есть еще учитель, который может помочь в этом. На основе этих тестов наверняка в 90-плюс процентах случаев происходит такое, что мы обнаруживаем эти пробелы, которые имеются у учеников. И мы советуем. Есть несколько вариантов, как это все устранить. Первое – самостоятельно. Второе – это привлекать кого-то стороннего. Третье – мы можем предложить наш контент. Опять же, какое преимущество дается? Весь контент годовой есть, можно приобрести просто видеоуроки, посмотреть их самостоятельно, отработать и тоже устранить. Можно привлечь нашего учителя, репетитора привлечь, либо взять у нас предметный тариф. Некоторые так и берут. Как раз в примере, если брать, пятиклассник может взять по четвертому классу предметный тариф, один, два, три предмета, и конкретно те темы, которые у него западают, их устранить. Это довольно-таки частая практика, потому что так сложилось, что дети приходят с пробелами, и их надо устранять для дальнейшего успешного завершения. Раз мы затронули вот эту тему разных направлений и тарифов, вы оговорились о том, что можно как-то приобрести, получается, отдельно видеоуроки. Условно, если я учусь в своей школе, к примеру, но хочу ребенку взять предыдущий класс, я просто могу обратиться к вам и взять просто видеоуроки, которые ребенок мой самостоятельно смотрит, может, со мной обсуждает. А если нам что-то будет непонятно и понравится этот формат, мы можем в дополнении взять еще что-то. Да, этим пользуется у нас тариф контент. Не все могут себе позволить обучение в нашей школе. Кто-то, у кого-то достаток, к сожалению, не такой высокий. И поэтому некоторые берут просто контент, просто видеоуроки, дети смотрят, увлекаются. Мне вот примеры приводили, что ребенок полюбил английский язык, потому что в видеоуроках так интересно это все подано. То есть в школе обычной он не мог, у него мотивации никакой не было. Здесь в игровой форме смотрит, изучает и уже хорошо продвинулся. Также по математике, по русскому языку, говорится, про младшие классы говорить, вот такие примеры до меня доходили. Да, она сразу же мог тянуть. Кстати, для всех проживающих мы открыли доступ на 90 дней к нашему контенту. По промокоду VATAN они могут обратиться к нашему менеджеру. Отлично. Уважаемые радиослушатели, пользуемся возможностью. Я думаю, у 80% наших слушателей есть дети, у кого-то есть внуки. Поэтому по промокоду VATAN пользуемся возможностью и берем контент на 3 месяца. Да, на 3 месяца. 3 месяца. Как можно будет найти условно? Вот мы набираем в любом поисковике, если мы наберем дом знаний, мы можем найти контакты, по которым мы можем обратиться. Правильно? Да, можно зайти на сайт, оставить заявку, в форме заявки написать VATAN в поле промокода. Соответственно, менеджер свяжется и уже будет понимать, что необходимо продоставить доступ на 90 дней. Спасибо, очень заманчивое предложение. Я думаю, сама тоже воспользуюсь, потому что ребенок первоклассник. И если там есть игровая форма, анимация, все равно маленьким детям доступнее, когда это все визуализируется, а не когда просто человек стоит и рассказывает. Поэтому спасибо большое. И говоря уже про онлайн-обучение, очень много сейчас уже на данный момент появляется школ, разных школ, и мы всегда теряемся. Мы не знаем, какую школу выбрать, куда пойти. И здесь вопрос, чем ваша школа кардинально отличается от других онлайн-школ? Очень много всего хочется сказать. Базово. На что важно обращать внимание? Наличие лицензии. Лицензия – это дозволение вести образовательный процесс. К сожалению, некоторые ведут без этого. Буквально на днях я был в гостях, и начали рассказывать про детей, и говорить, вот, ходит такую-то школу. Для меня это название было новым. Я начинаю искать информацию, это не лицензированная школа, это просто какой-то центр. Я им говорю, скорее всего, вы там не обучаетесь, наверняка у вас там будет в справке написано тоже. Они говорят, да, там что-то было другое написано. Поэтому родители призывают обращать внимание на наличие лицензии. Второе, на что надо обращать внимание, на наличие аккредитации. Аккредитация – это уже дозволение выдавать официальные документы в обучении, то есть аттестат государственного образца. Без него большие риски обучаться в таких школах. Мы отличаемся от онлайн-школ, от большинства, от 90%, тем, что мы имеем на себя лицензию и аккредитацию полученные. Некоторые онлайн-школы говорят, что у них есть, но на самом деле у них нет. Есть еще школы, которые зачисляют детей к школам-партнерам. Там огромные риски, потому что школа-партнер может изменить условия, что-то еще произойти, и ребенок может остаться без аттестации в какой-то класс. Потом я бы сказал обращать внимание на формат взаимодействия. Некоторые онлайн-школы просто переносят школьную систему в онлайн. Больше ничего не делают. Переносят классы по 30-40 человек, некоторые по 120 человек даже, в онлайн-формат. И в этом случае родители не заботятся о своих детях. Может быть, есть какие-то уникальные дети, которым это тоже подходит. Но детям нужно внимание, детям нужно получать ответы на вопросы. Зачастую родители сами относятся к детям и к школе так, что хотят просто сдать детей, сменяюсь, конечно, за такое выражение, сдать детей в школу, а получить оттуда хороших детей. Так не бывает. Родители – важная часть образовательного процесса, они должны принимать участие. Поэтому я бы сказал обращать внимание на формат и на количество детей в группах в том числе. На преподавателей, на систему, как это удобно, на комфорт ученика. У нас, кстати говоря, есть возможность попробовать этот формат из бесплатной опробанной недели. Можно через сайт заявку оставить или позвонить и попросить. И в формате этой бесплатной опробанной недели посмотреть, подходит ребенку или не подходит. Интересует, не интересует. И вопрос мотивации очень важен. Есть внутренняя мотивация и внешняя. И зачастую родители это прививают в нижнюю, пока не поругают, что-то не произойдет. Я призываю работать именно над воспитанием внутренней мотивации. И в нашей школе над этим работают психологи. Психологи у нас выполняют роль не карательной какой-то, не карательной организации, а помощь в самоорганизации, в саморазвитии, в том, чтобы узнать какие-то свои слабые стороны, сильные стороны, строить колесо баланса. Есть тьютеры, не сопереводить на язык классической школы, сродни классным руководителям. Но у него гораздо больше функций, гораздо больше помощи ребенку. Давайте тогда доступным языком для всех слушателей. Получается, что у вашей школы, как у любой обычной традиционной школы, по документации я получу такой же аттестат, равносильный, равноценный, что я закончу любой там самый лучший лицей обычной школы, правильно же? Да, да. Все отлично. И, кстати говоря, тьютера. Я, когда рассказывала о том, что вот в онлайн-школе прививается, есть тьютеры и так далее, все на меня смотрели и говорили, что-то взятое с зарубежного, да, откуда они вообще появились и так далее. А сейчас я замечаю, что даже в обычных школах, традиционных, частных, в каждой второй школе они появляются. Даже те же директора, которые говорили, что это ненужная функция, они пришли к тому, что ребенку все равно нужен наставник, нужен человек, который занимается непосредственно им. И когда мы говорим о том, что это онлайн-обучение, очень важно, наверное, и каждый родитель об этом думает. Я тоже об этом задумывалась, насколько важна социализация ребенка. Вот онлайн-обучение, и все сразу думают, что монитор, компьютер и ребенок один, и никакого у него общения нет. Вот как у вас выстроена вот эта социализация детей в онлайн-обучении? Здесь, я думаю, и Насула скажет про дополнительные курсы, которые у нас происходят, ведутся и причем постоянно обновляются. Социализацию зачастую понимают неверно. Я бы с этого начал. Многие понимают социализацию как возможность просто с кем-то видеться. Но если углубляться, социализация происходит обычно менее опытной, у более опытного, то есть младше у старшего обычно. Попадая в классическую школу зачастую, либо в класс, ребенок кому попадает? Просто к тем, кто по какому-то принципу, зачастую это по территориальному принципу, попали в один класс. И хочет он брать у этих детей хорошее или плохое, то есть с кем попадется, неизвестно. И поэтому я говорю о том, что социализация правильная происходит, когда ребенок ориентируется на более старшего, на более грамотного и впитывает у него. Вторая сторона – развитие по интересам. В классе интересы разные. Если у вашего ребенка есть какие-то интересы к спорту, к искусству или чему-то, ему там могут и отбить его, и могут ее усилить. Но вы можете, обучаясь у нас, экономия при этом время, мы про это, наверное, не сказали, обязательно можем сотруднуть эту тему, направлять на секции, на какие-то кружки, где он будет именно общаться с теми детьми, и которые разделяют его интерес, и поэтому развиваться в этом направлении. У нас шла добавить… Для наших детей мы сделали курсы по программированию для разных возрастов. Это курсы, где дети, играя, создают программы для них и обучаются этим. То есть для разных уровней есть разработка игр на языке Scratch. Это такой визуальный язык программирования, и дети блоками создают какие-то алгоритмы. Вот есть… Дети знают Roblox. Это такая современная игра. На этом Roblox дети тоже сейчас умеют писать какие-то модули, скрипты для того, чтобы как-то модифицировать, изменять персонажей. В целом стараемся детей завлекать разными дополнительными кружками, чтобы им было интересно учаться. А данные кружки, они доступны для всех, или это тоже как бы как отдельная услуга идет? Или они доступны для всех учащихся? Данные курсы у нас доступны для наших учеников бесплатно. Я хочу добавить, у нас очень много кружков и направлений, которые выстраиваются вокруг интересов учеников. Это, наверное, самое популярное – это программирование. В этом направлении сейчас очень актуально работать. Но есть очень много интересов у наших детей, по крайней мере, в области психологии, в области саморазвития. И наши психологи тоже проводят и кружки, и личные встречи. Есть по биологии, химии, то есть по классическим предметам тоже есть, подготовка к олимпиадам. Для наших детей мы стараемся создать условия, в которых они могут по интересам развиваться. То есть у них, во-первых, возможность выбора смены обучения, первую смену, во-вторую, там, часовые графики как-то отрегулировать. А в другую, в которой они не занимаются учебными предметами, возможность посещать разные мероприятия. Сейчас у нас проходит курс по критическому мышлению. Есть некоторые курсы, которые можно докупать, потому что мы тоже постараемся привлекать лучших специалистов за небольшую стоимость. А есть те, которые мы ведем бесплатно на постоянной основе. И я хочу отметить в этой связи профориентацию. То есть профориентация, которая сейчас выходит на первый этап, и на нем мы, получается, работаем просто с тем, чтобы рассказать о том, какие направления есть, что есть. Потом уже дети пытаются пробовать себя в разных направлениях. Мы их прикрепляем к кафедрам, к учителям, и они делают какие-то проекты. Это большая проблема. Я по себе могу сказать, я вплоть до конца 11 класса не могу определиться. И у меня, если была бы такая поддержка, такая помощь, я думаю, что... Конечно, я думаю, каждому это было бы полезно. Потому что многие дети не могут выбрать это и как бы идут туда, куда направят в большей степени родители. А здесь ребёнок может, получается, сам понять, к чему он больше склонен. И мы живём в такое время, когда всё-таки молодёжь, она очень отличается от нас, наверное. Они совершенно другие. Вот новое поколение, оно абсолютно другое. И им всё равно они более творческие, более ранимые. Вы сказали о том, что есть и психологическая поддержка, и есть тьютер. Я так понимаю, что это два направления, которые помогают и психологически, и в адаптации. Получается, ребёнок, проходя на онлайн-обучение, всё равно у каждого есть какой-то период адаптации. Потому что даже в обычной школе, мы попадая в обычную школу, переходя с другой, мы сталкиваемся с тем, что учителя новые. Новые какие-то уроки с переходом с начальной школы в старшую. И вот классный руководитель – это такая фигура, по крайней мере, в наше время было. Там один раз в неделю с нами встретится, классный час проведёт, за двойки поругает, за пятёрки не похвалит. И всё. Вот на этом как-то функция заканчивалась. Бывало, конечно, что кому-то повезёт, и классный руководитель – это как вторая мама, но не всем так везёт. Я, к сожалению, с таким не столкнулась. Я к своему стыду даже не смогу вспомнить, наверное, классного руководителя начальных классов. Хотя начальные классы – это такой фундамент. И тут получается, что это люди, которые сопровождают. Я правильно понимаю? Да, я тут хотел просто ремарку добавить. У меня в некоторых классах не второй мамой была, а первой мамой, потому что у меня мама была классным руководителем в следующих классах. И если возвращаться к нашим реалиям, то получается такая ситуация, что в классической школе классный руководитель – это учитель, который ведёт свои занятия. У него много часов, много занятий, он устаёт, и у него уже силы не остаётся на класс. Зачастую у нас тьютеры – это не учителя, которые ведут занятия, это полностью люди, которые специализируются только на помощи ученикам, родителям. И всё своё время посвящают именно этому. Поэтому уже колоссальная разница во времени, опять же, уделяема для решения вопросов адаптации, будь то развития учёбы и всего остального. Я ещё хочу сказать, что психологи с тьютерами довольно-таки плотно взаимодействуют. Если кто-то из них видит, чем можно помочь, либо где-то проблему, то сообщая, они пытаются решать эти вопросы, помогать. Но учениками всё не заканчивается. Я уже ранее говорил, что родитель – есть классический треугольник – школа родителей и учеников. Учитель, ученик и родители. И роль родителя мы пытаемся донести до родителей, что их роль немаленькая, и им надо работать над тем, чтобы разговаривать со своими детьми, мотивировать, подготавливать для них среду, в которой они могут развиваться, готовить рабочее место и так далее. Часто задают вопрос, сложнее ли родителю в онлайн-школе, чем в обычной школе. Если говорить прямо про отличия, то в онлайн-школе просто нужно подготовить технически ученика, чтобы у него было рабочее место, в котором он комфортно может заниматься. В начальных классах, даже в первом, можно сказать, классе, немножко надо посидеть для того, чтобы ребёнок привык, то есть развить привычку. На примерах наших детей происходит это в течение полугода, потом уже проще, и дальше уже дети становятся более самостоятельными. Это ещё одна вещь, которую отмечают наши родители, что дети обучаются у нас, становятся гораздо самостоятельнее, организованнее, они сами следят за своим бытом, за своей учёбой, и родителям приходится со временем меньше включаться. Есть такая ситуация, что приходя на онлайн-обучение, ребёнок сначала может немножко западать, то есть он получает волю, за ним не бегают учителя, он думает, ну, здесь хорошо, здесь и может немножко себе требования снизить. Но постепенно, постепенно мы тоже относимся к тому, что у него адаптация идёт, потом учителя начинают работать, а тут тьютер начинает работать с ним, при необходимости может психолог подключиться, и он уже потихоньку-потихоньку, наоборот, выходит уже на более высокий уровень, потому что так работает, и за 5 лет я могу с уверенностью сказать, что у всех... Есть, конечно, дети, у которых не подходит им на онлайн-обучение, им нужна вот, грубо говоря, палка, которая будет над их головой кружиться, если они что-то не сделают. Есть такая категория детей, которым такой подход нужен, но в большинстве своём дети могут самоорганизоваться и становиться лучше. И самостоятельности приучаются, тоже, что немаловажно. Также хотелось бы задать вопрос, вот как директору школы, вот есть какие-то достижения, которыми вы больше всего гордитесь, потому что школа — это всё равно, как маленький ребёнок директора, да, он больше всего дорожит и детьми, и учителями, и вообще всем этим, очень трепетно к этому относятся. И любой даже маленький какой-то прорыв для школы, он оценивает с большей радостью, чем кто-либо другой. Я много всего, наверное, скажу. У нас вызывает большую гордость то, что мы создали условия, в которых ребёнок из любой точки мира может получить качественное образование, комфортной образовательной среде. Это большое достижение. Мы видим, какая ситуация в разных странах, в разных школах, поэтому это действительно предмет для гордости. Я горжусь тем, что мы коллектив собрали, хороший. То, что у нас в коллективе атмосфера прекрасная, это очень многие отмечают. Могу сказать, что мы одна из первых школ, которая получила действительно лицензию, аккредитацию на себя в России. Такой школы на Кавказе нет. Есть в топ-5 школ по России мы входим, и таких достижений очень много. Нас недавно приглашали на Первый канал, коллеги ездили. Наш ролик, подготовленный нашим командой, тоже очень много просмотров, больше 11 миллионов просмотров набрал. Обратили внимание на Первом канале, пригласили, и там тоже рассказывали про нашу школу. Мы с коллегами, кстати, тоже смотрели этот ролик. И многие, ну мы-то знали о том, что есть такая школа, там ещё несколько людей, вот я говорила, что психолога нашего, ребёнок ходит в Дом знаний, а некоторые узнали и с интересом начали смотреть, потому что всё равно это такой прорыв, получается, что я до сих пор не слышала, что учителей приглашали на Первый канал, и они рассказывали об этом, и тем более, что это новое веяние. Получается, они рассказали о том, что какая-то онлайн-школа есть в Дагестане, потому что они тоже восприняли это с таким интересом. Я не знаю, почему так это всё воспринимается, хотя я знаю, что у вас в школе обучается больше процентов именно людей не с Дагестана, это люди с других стран и с России, ну, дальше Дагестана, получается. Почему-то стереотип такой, что все у нас обучаются именно с Дагестана в этой школе. Я хотел как раз об этом тоже сказать. Предмет гордости, что у нас обучаются дети из более чем 50 регионов России, около 40 стран мира представлены, представьте, от Южной Кореи, Японии, до Португалии, до Конго. У нас есть дети в США, они, правда, только на аттестацию проходят, потому что часовые пояса пока не позволяют заниматься с ними в том числе, но широкая очень аудитория, и для детей это тоже одно из преимуществ, что они в классе взаимодействуют с детьми из разных регионов, это разное восприятие мира, то есть кругозор настолько широкий у детей, что они могут от этого тоже преимущество определённое получить. Поэтому масса-масса преимуществ. Мы, я, наверное, немножко забегаю вперёд, но мы, я думаю, что станем первой компанией, которая из Дагестана войдёт в Сколково, это инновационный кластер, и в научную долину МГУ, это тоже такой же кластер. И у нас недавно открылся ещё филиал в Москве, и теперь есть возможность у детей сдавать выпускные экзамены в Махачкале, либо там. То есть могут выбирать. Ранее, получается, все выпускники должны были приезжать в Дагестан и сдавать в Дагестане, правильно понимаю? Да, есть особенность, требования, и именно в выпускных классах дети должны очно сдать по месту регистрации школы. Ну, теперь мы филиал открыли, либо в Москве, либо здесь можно будет эту процедуру также осуществить. Говоря о выпускниках, вот всё-таки очень важно понимать уровень школы, мы понимаем всё равно по выпускникам, как они выпустились, куда поступили, какие баллы набрали, как экзамены сдали, вот как обстоит дело с этим, потому что сейчас для родителей очень страшно звучит вот это слово ОГЭ, ЕГЭ, все к нему очень готовятся, тратят большие деньги на подготовку. Как у вас обстоит дело вот именно с выпускниками? Как сдаются экзамены? Ну, если говорить про историю, допустим, даже в прошлом году у нас никаких перезнать ничего не было, если там с минимума начинать. Были выпускники, которые на красный аттестат, на аттестат особого образца претендовали. Такая история, у нас за один день до... Один день оставался, когда можно было ещё переходить из школы в школу, вот у нас одна девочка, к сожалению, перешла, потому что она просто не могла приехать в Дагестан для сдачи экзамена, то есть финансово немножко было тяжело, она перешла в школу рядом, но она шла на аттестат красного образца, особого образца. В этом году у нас 4 таких ученика, которые претендуют, и я на самом деле, хоть есть такие ученики, хочу сказать, что если ученик занимается у нас хотя бы год, то у нас, можно сказать, плюс один балл, классическая с теми уже прибавляется. Если большее время, то мы ещё больше можем дать, но приходят дети разные. Мы работаем действительно с разными детьми, зачастую классические школы к нам тоже отправляют, потому что они сами не могут справиться, но мы работаем со всеми, предупреждаем на входе, что есть какие-то проблемы, их надо устранять, мы готовы в этом помочь, и если родитель тоже с учеником готовы прикладывать усилия, то мы все вместе справимся и в хороший уровень покажем. Хотелось бы ещё столько вопросов задать. У нас остаётся всего лишь 6 минут. Я думаю, если будут поступать вопросы о слушателе, они могут писать на наш эфирный номер телефона, мы в дальнейшем на них ответим совместно с вами. Ещё хотелось бы, наверное, затронуть такую тему, как мы говорим о том, что детям нужно готовиться. Про ОГЭ и ЕГЭ мы сказали. Вы до этого затрагивали тот момент, что у вас есть какие-то дополнительные кружки, а вот какая-то помощь именно выпускникам, потому что дети, они и психологически подвержены, выпускники у них бывают стресс. Я знаю, что в прошлом году оказывалась и психологическая помощь выпускникам, если я не ошибаюсь, да? Да, мы как раз, как говорили до эфира, у нас работают психологи, и в этом направлении тоже. В 9-11 классах обязательно включена работа психолога по подготовке учеников к сдаче. Некоторые стрессуют именно на экзамене, бывали случаи, когда медицинская помощь необходима бывает ученикам, поэтому мы заранее пытаемся подготовить учеников к этому. И коль мы психологов коснулись, то хочу сказать, что они еще с родителями тоже работают, потому что мы не можем только с одной стороной работать, ребенок все равно ориентируется на своих родителей, на свою семью. Это паттерн, который он воспринимает, и по нему может дальше работать. Поэтому встречи с родителями как индивидуальные, так и групповые, они тоже проводятся, и это тоже имеет эффект. Многие родители благодарят за то, что им открыли глаза, то, что мы помогли им улучшить контакт с ребенком и действительно проработать в этом направлении. Мы еще работаем, я забыл сказать, в сфере искусственного интеллекта. В прошлом году мы разработали систему, которая позволяет прогнозировать результаты и оценивать, от чего это зависит. То есть 218 параметров мы оценивали, и их долю влияния. Теперь в дальнейшем будем, в том числе на основании этого, тоже советовать родителям, что где подкрутить для того, чтобы их ребенок мог получить более высокую оценку. Вот затронули искусственный интеллект, и не зря, ведь в начале передачи я сказала, что у нас школа будущего. Я только сегодня давала новости о том, что в медицину вводят искусственный интеллект, и уже есть школа, в которую тоже вводится искусственный интеллект. Есть, наверное, еще какие-то вопросы, которые хотелось бы услышать от вас, ответ точнее, на которые хотелось бы услышать. И один из таких значимых, наверное, вопросов, я когда заглядывала на сайт, чтобы ознакомиться полностью с школой, мы говорим только о детях, которые могут выпускаться и так далее. Но я знаю, что ребенок по состоянию здоровья, некоторые дети находятся на домашнем обучении тоже. Они как-то могут прикрепиться условно к вашей школе. Я просто знаю, что есть очень много детей, которым физически тяжело ходить в обычную школу, и они вынуждены дома ждать, пока условно в неделю один-два раз придет к ним учитель. И уровень их знаний очень сильно страдает. Родители пытаются как-то самостоятельно с этим справиться, но многим бывает тяжело. Может ребенок условно учиться в своей школе, в которой он прикреплен, но заниматься у вас? Или здесь обязательно, чтобы мы были прикреплены? Раз вы коснулись, сначала хочу развеять миф. Часто говорят, когда слышат про онлайн-обучение, про онлайн-школу, что, наверное, у вас обучаются дети, которые нездоровы по каким-то причинам, но процент таких детей у нас минимальный. У нас обучаются такие же дети, обычные, но тех, которых не устроило качество, не устроило атмосфера, и поэтому они приходят к нам. Обучаться можно на разных тарифах. Один самый базовый, наверное, главный тариф это зачисление полноценного обучения в школе с выдачей тестат. Но есть тариф без зачислений, то есть обучаясь в своей школе, можно заниматься у нас по всем предметам, с учителями, и при этом получать знания, но мы эти оценки не будем никуда заносить. Можно выбирать предметный тариф, как я уже сказал, несколько предметов, один, два, три, и по ним заниматься. Можно выбрать тариф самостоятельный, когда приобретается контент, и можно иногда запрашивать еще консультацию учителя. Можно просто брать контент. То есть мы под все потребности учеников подстраиваемся и готовы предоставить для этого услугу. Запросы. Вот так незаметно пролетело с вами вместе время, друзья. Вам огромное спасибо за то, что рассказали нам о такой замечательной возможности для многих родителей. Также хочу напомнить, что для наших слушателей была дана возможность воспользоваться промокодом ВАТА и получить доступ к контенту на три месяца. И также есть уникальная возможность взять пробную неделю. Я думаю, это очень важно для человека попробовать, подходит ему формат или нет, понять вообще, как строится урок, и уже выбрать подходящий для него тариф. Надеюсь, что в дальнейшем у вас будет еще больше новых каких-то предложений для детей, потому что есть разные ситуации, как вы уже говорили, есть люди, которые вынуждены жить условно за границей, но хотят получить наше образование, потому что российское образование, оно самое лучшее. Вам огромное спасибо, я вам желаю творческих успехов, желаю, чтобы еще не раз услышали про школу Дума знаний, чтобы приглашали на Первый канал еще множество раз, и уже по другим, наверное, каким-то поводам, таким достижением достигнутым. Вам огромное спасибо. У нас в гостях были Халипай Осупович, директор школы Дума знаний и руководитель отдела маркетинга Наструла Жамолдинов. Огромное спасибо, всего доброго, до свидания. Спасибо большое. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...